я очень рад тому что наши подписчики с удовольствием и правильно восприняли мою идею пожертвований каналу по модели покупки субботней газеты именно пожертвование в размере 100 200 рублей стало в последнее время максимально много и это говорит о том что люди жертвуют ту сумму которую мне жалко и который в общем то никак не ложится бременем на их бюджет но очень помогает нашему каналу так что призываю вас в очередной раз помогайте нашему каналу к сожалению для этого есть только один способ это расчетный счет который мы публикуем в каждом нашем выпуске за каждую копейку мы вам очень благодарны на минувшей неделе последовательно произошло несколько событий которые нам не оставляют сомнений в том что власти российской федерации окончательно разочаровались способности жители этой страны прощать и забывать и потому решили лишить возможности населения российской федерации знать и понимать сначала депутаты разрешили самим себе дорогим не подавать в публичной форме декларации о доходах и о нажитом имуществе причем депутат государственной думы крышенинников объяснила это очень просто он скажет депутатам просто лень теперь это делать и они не будут это делать и нечего населению знать о том какие доходы у депутатов и какие у них дворцы автомобили и яхты а потом и вовсе спикер верхней палаты парламента российской федерации валентина ивана матвиенко предложила приостановить действия законодательства о государственных закупках чтобы как она выразилась развязать руки властям полагаю будет правильным наложить мораторий развязать руки и дать возможность эффективного они в спешке быстро некачественно эффективного освоения выделяемых денег на развитие страны и инвестиций в экономику договорились возникает вопрос они что связаны были до этого эти руки суть собственно этого предложения в том чтобы теперь граждане и вообще всякие посторонние не видели на каких условиях как и в каком порядке проводятся государственные закупки мы с вами прекрасно знаем какая тьма тьмущая нарушений да и собственно преступлений в области государственных закупок творится даже на примере нашей родной башкирии а теперь это уже будет совсем всеобъемлющим процессом потому что даже маломальски сдерживающие вот это воровство и разграбление закон на государственных закупках судя по всему будет приостановлен валентина ивановна развязывает руки властям решил не отставать от федеральных властей на этой неделе и спикер башкирского парламента константин толкачев который предложил свою очередь существенно повысить суточные командировочные для депутатов видимо уж так они там бедствуют что пора им добавить довольствие но в принципе я константина борисович и понимаю ему ближайшее время 10 февраля выезжать играть на курай перед белорусскими друзьями а суточных видимо на красивую жизнь не хватает в администрации президента российской федерации в москве активно обсуждается вопрос о тотальном закрытии всех представительств субъектов федерации в москве при этом мотивируется это следующим образом во первых они по мнению администрации президента усложняют управленческую структуру а во-вторых обременяет бюджеты ну как говорится оказывается много десятилетий эти представительства прекрасно себя чувствовали в москве это замечательные особняки с прекрасным автопарком любезной обслугой очень красивыми номерами зимними садами и прочими прочими прелестями вот эти вот собственные пансионы в москве за государственный счет были у всех субъектов федерации причем был момент когда регионы соревновались по пышности и роскошности этих дворцов в москве башкирский кстати говоря не самый последний мне доводилось там бывать очень милое прекрасное заведение напомню что все эти блага достаются проживающим в этих представительствах абсолютно бесплатно за бюджетный счет вы не обижайтесь но по моему только самые тупые еще не пришли к выводу о том что транспортная реформа радио хабирова за последние 4 года только усугубила и без того плачевное состояние пассажирских перевозок в республике башкортостан перемещаться на общественном транспорте по уфе и республики башкортостан становится все сложнее даже опаснее только на этой неделе два автобуса ваш автотранса не поделив дорогу в центральной части города врезались в историческое здание и там даже возбудили уголовное дело по этому поводу а вот буквально на днях еще один автобус ваш автотранса маршрут номер 74 загорелся в черниковке это тот самый автобус который с такой помпой ради фаритович передавал баш автотрансу все радовались кидали чепчики вверх и кричали ура но судя по всему вот по этим чудовищным ценам которые были заплачены за автобусы баш автотранса было куплено какое-то подозрительное китайская дерьмишка тем временем например жители жилого комплекса сосны продолжают штурмовать маршрут номер 115 который уже в народе называют резиновым жители этого жилого комплекса так и не дождались обещанного детского сада и школы и теперь они по утрам не столько сами перемещаются в этом единственном автобусе в город но еще и возят с собой детей чтобы отвезти в детский сад и школу ну собственно вот такие немногие но из многочисленных примеров того чем собственно завершаются транспортная реформа и как раз цвел у нас тот самый техас хабирова несколько поутихло публичное обсуждение процессов увековечивания памяти первого президента республики башкортостан но это обсуждение как выяснилось перекочевала в тишину чиновничьих кабинетов идет обсуждение с представителями семьи покойного и всевозможными элитами хабиров очевидно стремится свести это увековечивание к минимуму и исполнить поручение путина только формально собственно стремятся они к тому чтобы поставить какой-нибудь бюст на родине переименовать какую-нибудь улицу в уфе ну как максимум еще назвать какой-нибудь корпус университета имени врахимова ну суть по всему скоропалительный проект ушлого скульптора щербакова пока отложен на дальнюю полку хотя и окончательно не отвергнут а жители республики уже в общем то высказали свое мнение о том что максимально рациональным значимым и эффективным будет увековечить память муртаза габайдул чарахимова через достраивание той самой мечети ар-рахим но существует здесь масса финансовых вопросов и проблем с позиции духовного управления мусульман ну собственно все они решаемы но надо заниматься вот еще раз возвращаясь к позиции хабирова хочу отметить что он никак не горит желанием увековечивать память муртаза рахимова ну ему просто нужно выполнить поручение путина позиция же семьи покойного до конца пока не выработана идут раздумья и консультации семья совершенно обоснованно на мой взгляд опасается того что хабиров и его команда надуют в очередной раз их пообещав и выпросив какую-нибудь подпись под каким-нибудь соглашением а в сети появляется уже многочисленные варианты памятника муртазе губайдуловича вот например этот приписывается лично авторству хабирова хотя я в это до конца не верю похоже жители уфы медленно но верно приходит к выводу о том что пребывание любителя кататься на самокатиках в кресле мэра уфы не только безрезультатно для уфы но в общем то уже и опасно 1 февраля к мэрии вышли с протестом жильцы домов по улице 8 марта революционная мингажева те самые жильцы тех самых домов где уже почти два месяца отключен газ а соответственно у них нет и горячей воды потому что у всех колонки и ситуация собственно там зашла в тупик надо отдать должное пикетчиком очень креативные у них были плакатики вот этот вот плакат газ в европе уфа простите жопе один только чего стоит очень остроумно и очень ярко эти плакаты эти фотографии уже появились федеральных сми слава богу обратили на эту ситуацию внимание и журналисты федеральных изданий а ситуация действительно зашла в тупик прокуратура сначала грозно значит намеревалась там разобраться всех наказать и посадить и даже уголовное дело какое-то возбудили а теперь всего лишь погрозила пальчиком управляющей компании сказала а то то управляющая компания глумливо улыбаясь предлагает жителям скинуться по 150 тысяч рублей для того чтобы завершить там какие-то процедуры то ли с домоходами то ли с газопроводами но в общем ситуация абсолютно тупиковая и при этом мэрии уфы полностью бездействует никак не реагирует хотя надо отметить что управляющая компания вот это которую управляет домами она ну собственно принадлежит и ассоциирована с мэрии уфы в общем такая ситуация будем наблюдать будем смотреть но люди уже два месяца без газа и в определенном смысле это по воле самой мэрии и то есть результаты деятельности господина мавлиева а вот жители микрорайона шакша собирают подписи под петиции призывающие назвать шакшинский скотопрогон именем радмиром овлива и дело тут вовсе не в том что именно радмир мавлиев построил это ужасное сооружение теперь жители мучаются проезжая через через этот узкий проезд по одному и там создается бесконечная пробка дело в том что именно радмир мавлиев громогласно и однозначно обещал решить эту проблему прямо вот сейчас вот возьму и решу ну естественно пальца пальца не ударит ну зато я хочу утешить шакшинцев у них есть возможность например погулять по прекрасной советской площади вокруг замечательного памятника стоимостью в 1 миллиард рублей если уж у них вместо нормального проезда к месту жительства простите скотопрогон тем временем федеральное телевидение а именно канал рэн тв на неделе показал сюжет о том что стоимость отопления в москве вдвое ниже чем стоимость отопления в уфе при том что зарплата в москве в среднем вдвое выше чем у уфимцев ну уфимцы понятное дело в шоке мэрия традиционно молчит ну и собственно отводит глаза потому что баш ртс как говорится собирает свой урожай тем кого цифры в платежке в январе повергли в экономический шок эксперты советуют писать жалобы сначала управляющую компанию затем в жилищную инспекцию и если не будет результата идти в суд там кроме перерасчета можно взыскать коммунальщиков еще и штраф в пользу потребителя в размере половины суммы начисленной сверх положенного а еще стало известно что уфа не получит 50 бэушных трамваев татра из московских трамвайных парков в этот раз мэрия не промолчала мэрия заявила что слишком дорого получать и покупать эти трамваи татра видимо в мэрии забыли что год назад когда ради фаритович преподнес эту новость как очередную победу транспортной реформы так вот тогда ради фаритович нам заявил что эти трамваи передаются бесплатно из московских трамвайных парков и они действительно обременяют пространство этих трамвайных парков и нужно избавиться от них так вот мэрию фы не смогла даже бесплатно получить эти 50 трамваев для уфы собственно причина здесь на мой в том что ратмир мавлеев в своем родном нефтекамске отродясь трамваев не видела теперь попав в уф он их попросту боится зато в уфе продолжает бурлить история с умными остановками старые умные остановки образца 2021 года уже видимо не такие умные как нужно и ратмир мавлеев нашел еще более умные остановки собственно умнее они а примерно на 450 тысяч каждая потому что предыдущие стоили миллион 350 тысяч а вот те которые он решил закупить теперь стоит уже миллион семьсот тысяч причем некоторые из этих остановок новых умных очень умных будут ставиться на место старых не очень умных вот например на молодежном театре стояла одна умная остановка теперь я спилили теперь поставят еще более умным примечательно что эти павильончики ну небольшие стеклянные будочки вот по такой стоимости они производятся компаниями которые в общем-то аффилирован с одними и теми же физическими лицами это такое знаете вишенка на торт на торте потому что ну может это и честные производители мы пока еще не разбирались но для меня образно замена от этих умных остановок на очень умные остановки стал напоминать это как в москве лужков а потом уже и собянин меняли хорошую плитку на очень хорошую плитку а потом на совсем хорошую плитку и делалось это ну из года в год и как бы из сезона в сезон вот у нас нашли более технологичный более креативный подход у нас меняют умные остановки на очень умные между тем множится жертвы прямые жертвы деятельности мэрии мавлиева на минувшей неделе лед упал на голову 11-летнего ребенка по проспекту октября 145 к счастью ребенок остался жив побывав в травмпункте все-таки отправили его домой травмы были несущественные но но это уже сигнал напомню что на предыдущей неделе мужчина насмерть разбился на путепроводе подскользнувшись на наледи которая наросла чрезвычайно высоко то есть вот сейчас наступает сезон этих прямых жертв будьте осторожны и берегите себя собственно с мэрией уфы вот этой квн командой и нашим полумэром в общем все понятно непонятно только сколько времени еще понадобится жителям уфы и руководству республики башкортостан для понимания того что уфу мавлиев практически убивает а руководство республики по сути подставляет жители республики башкортостан и некоторые федеральные сми продолжают обсуждать хабировский схематоз с покупкой вот этого дорогущего он круизера 300 за 14 миллионов рублей в автопарк главы республики мы у себя на телеграм-канале открытая политика провели анонимное голосование опрос о том должен ли хабиров вернуть этот ланд круизер или там продать его научим что должен ли он что-то с ним сделать моему великому удивлению довольно существенная часть голосовавших 12 процентов сказали что пускай хабиров оставляет себе автомобиль катается и наслаждается но очень у нас такие добрые и благорасположенные читатели ну что поделать какие есть 88 процентов наших подписчиков проголосовавших в этом опросе считают что стыдно такие схематозы применять при покупке за бюджетные деньги либо за благотворительные деньги автомобилей и 88 процентов наших подписчиков голосовавших в этом опросе полагают что хабиров должен каким-то образом избавиться от этого автомобиля самые изобретательные подписчики предлагали хабирову переоснастить немножко этот ланд круизер и передать его азату солдату барданову чтобы он катался там по этой продуктовой базе где он теперь работает и как сказать соскучился человек по привычному транспорту чтобы он вернулся в свое привычное состояние тем более что общая комплекция азата солдата располагает к тому чтобы вы возили потому что наверняка ходить ему сейчас не просто ну что-то вообще если честно мне подсказывает что скорее сам крузак откажется возить хабирова чем хабиров откажется от этого крузака тут как говорится что упало то пропало и мои предположения сводятся к тому что хабиров не откажется от этого автомобиля максим что с ним случится они поменяют на нем номера ну не все же хабирову хвалиться его достижениями то есть из оперативки в оперативку из публикации в публикацию мы видим о высочайших достижениях прекрасных результатах работы радио фаритовича но немножко устаем от этого то урожай зерна то значит уборка снега прошла прекрасно но по их версии решил я тоже немножко похвастаться и погордиться результатами нашего youtube канала и вообще всего этого куста наших каналов на этой неделе мы разменяли 12 миллион просмотров на канале youtube то есть мы перешагнули границу в 11 миллионов и устремились к двенадцатому а также мы разменяли 35 тысячу наших подписчиков на двадцать третий год мы планируем набрать более 13 миллионов просмотров и более 40 тысяч подписчиков и вы наши дорогие подписчики и зрители нам должны в этом помочь по крайней мере я на вас очень рассчитываю тех из вас кто еще не подписан на канал но смотрит его регулярно пожалуйста подпишитесь таких кстати очень много по нашей статистике это около 40 процентов смотрящих наш канал но в любом случае всем заранее спасибо за поддержку канала за лайки за комментарии за финансовую помощь мы только вместе можем добиваться этих результатов и вместе мы их обязательно добьемся две недели которые прошли с момента нашего последнего 75 стрима пролетели как-то очень уж незаметно в этот раз и завтра 5 февраля в 21 00 у нас состоится 76 стрим открытой политики так что вопросы лучше всего писать в комментарии под этим нашим сегодняшним видео их я увижу в первую очередь но завтра обязательно все подключайтесь поговорим я отвечу на все вопросы на которые смогу ответить сделаем завтрашним стрим максимально массовым и максимально интересным